Есть девушка. Каждый второй вопрос реально про девушка. Где АМКИ с проигроками? Согласие дали все игроки, кроме одного. Что с учеником лайфхакера? В январе поедем к нему домой, посмотрим, что у него происходит. Может быть, он уже бороду отрастил. Материшься в реальной жизни, а то в видосах Мата нет. Когда планируешь открыть свой клуб и как он будет называться? Это вопрос, наверное, который будет в названии этого ролика. Привет! Я сегодня хочу с тобой поговорить насчет всего того, что происходит у нас на канале, в моей жизни, в моей планы и так далее. Я вдохновился роликом, гордее, поэтому решил сделать такое же и на своем канале. У меня проблема, как всегда, и это было уже всю жизнь. Я с вами редко разговариваю. На стримах не получается, на роликах тоже всегда контент какой-то. Поэтому я отобрал вопросы ваши, которые вы мне задавали в Инстаграме. Вот этот список, вот так вот он все выглядит. Поэтому сейчас я отвечу на те вопросы, которые вас интересуют. Будет ли проверка кибер-клубов в Армении? Да, почему бы и нет, тем более я был в Армении два раза. Там я не видел клубы, кстати. И это будет интересно посмотреть. Ребята из Армении, кто тут есть? Напишите в комментариях, куда стоит залететь. Я когда буду в Грузии, можно будет залететь и в Армении, там минут 30 лететь. Сколько ты тратишь в месяц на расходы? На расходы я трачу на самом-то деле достаточно. Вот сейчас нас снимает оператор. По сути, вы думаете, он просто сидит. Да, так и есть. Но за хорошую картинку надо платить. Тем более сейчас мы снимаем на камеру A6500 на 16 мм Sigma. И вы думаете, это классно? Да, это классно. Но я эту камеру продаю. Потому что хочу чего-то круче, хочу картинку еще лучше. Кстати, покупает эту камеру блогер. Вы все его знаете. И если ты не купишь эту камеру, Клейнс, я тебя ненавижу. Все, я афишировал то, что я продал тебе. Так что, кто знает Клейнса, знайте то, что его ролики будут сниматься на эту камеру, которую снимает сейчас меня. На монтаж, на оператора, на зарплату с Абершока. Ну, до полмиллиона выходят. То есть, это огромная сумма. Со мной работает около 15 человек. И вы сами понимаете, каждый просит зарплату. Работать бесплатно никто не будет. Поэтому, да, вот так вот получается. Надо развивать проекты. Нельзя жадничать. Это самое тупое. Сейчас тратить деньги и ничего не делать в итоге. Ты навсегда в Питере? Я в Питере нахожусь уже полтора года. Я здесь нашел точку, где я живу, где я работаю. Есть много чего, что меня держат здесь. Но я не хочу дойти до такого момента, когда это будет меня реально держать. Поэтому пока, да, я в Питере живу, но ненадолго. Я хочу все-таки путешествовать. Надо пробовать разные места. К счастью, я занимаюсь тем, где нужен просто интернет. Поэтому я могу хоть находиться на Бали и заниматься тем, чем я занимаюсь. Главное, чтобы был хороший интернет. Вот это, кстати, сложность на Бали. Но Питер хорош, правда хорош. Если не считать зиму, кроме зимы, здесь реально очень красиво, дорого, богато, по кайфу. Вот реально по кайфу. Когда мерч шичема. Мы его сделали. Вы помните мои фотки. Но потом я понял, что это буду продавать. Надо сделать классное качество. Мне уверяли, что качество шик. В итоге через месяц, после нескольких стирок, она испортилась. Ну, в плане, что-то отвисло, что-то висит. Я понял, что лучше пока не заниматься этим. Я должен быть с политикой. Сделать дело, начинай новое. А я пока ничего не доделал. Куда я лезу с мерчем? Мерч, если он будет хорошим, он всегда будет покупаться. Поэтому пока я занимаюсь с Абершоком. Не лезем в те вещи, где нужно начинать с полного нуля. Либо делать круто, либо не делать его вообще. У тебя есть брат или сестра? Есть брат родной. Кто по взросле знает, наверное, его где-то видели. Потому что он занимается проектом, который называется ЖИЮ. Жизнь Ютуб. Это один из самых популярных телеграм-каналов. Это там 250 тысяч подписчиков, что-то подобное. О том, что он мой брат, я никогда никому не говорил. Либо это я говорил в каких-то узких кругах. Так что, если ты читаешь Жизнь Ютуб в Телеграме, знай, то что... Чел, который занимается им, это мой брат, да. Прикольно. Курил, пробовал? Нет, я не курил никогда в жизни. Есть причины, почему я это не делаю. Но это не означает то, что я какой-то святой человек. Это просто мой выбор. Я этого не делаю. И так же у меня получается с алкоголем. Я в жизни не пил, можно сказать, ни разу адекватно. Потому что, ну, я не ловлю с этого кайф. И понимаю то, что... И потом, как ты выпьешь, нет, после этого кайфа. Короче, я просто этим не занимаюсь. Не то, что ЗОЖ, но просто от этого я отказался. Это не значит, что вы должны так же делать. Это ваш выбор, ваша жизнь. Но я просто от этого отказался, чтобы не отвлекаться. А это сильно отвлекает. Прям очень сильно. Когда планируешь открыть свой клуб? И как он будет называться? Это вопрос, наверное, который будет в названии этого ролика. Да, клуб — это сложно. Я уже говорил вам о том, что если делать, то нужно делать это классно. Но сейчас я не готов делать классно. Если я сейчас сделаю клуб, он будет уровня создать и забить. Нет, я не хочу такой. Я хочу всего так, чтобы Собершок бы развивался сам по себе. И я мог бы спокойно сидеть реально в клубе, работать, строить его и так далее. Ну, не сам, конечно. Я, конечно, похож на того, кто устроен. Но нет, я буду следить за тем, что происходит там. Но сейчас я правда не готов. Я не хочу делать говно, правда. В этом году я постараюсь его сделать. Я хотел начать от Новый год, но я не успеваю просто. Я не ожидал того, что у меня появится Собершок. Это вообще проект, который я не ожидал, что он будет. Но если меня смотрит обладатель каких-то других клубов, если кто-то смотрит меня из тех людей, которые шар из-за клуба, ребят, почта есть в описании. Мы можем договориться, можем что-то придумать красивое. Не то, что франшизе, а что-то создать общее, чтобы каждому было бы хорошо, короче. Ну, вы сами знаете, как работает вся эта тема. Поэтому клубы пишите, можем красиво поработать. Если что, клуб будет в Питере, поэтому такие дела. Кстати, насчет Питера. Я вот начинаю задумываться о том, что как же мало здесь подписчиков. Я не знаю, почему так. Меня узнают в маленьких городах больше, чем в Питере. Либо я хожу в Питере не в тех местах и не в то время. Когда я просто путешествую и понимаю, что меня узнают очень часто в других городах, я каждый раз теряю уверенность в том, что а стоит ли создавать клуб в Питере, потому что здесь узнаваемость не такая высокая, как в других городах. Я не знаю, почему так. Но надо тестировать, надо встать где-то на центре и ждать, и считать. Так, в этом районе меня узнали столько, делаем клуб здесь. Ну, понятное дело, нельзя делать клуб, осознавая то, что приходить будут только твои подписчики. Это совсем не так. Подписчики будут приходить в проценте 80 в начале, а потом их будет вообще 50, потому что, ну, сарафанное радио, и, понятное дело, люди борются за качество, поэтому они выбирают лучшее. А в Питере я вот могу посоветовать только два клуба. В Москве побольше. Поэтому надо это исправлять. Где Аимки с проигроками? Это хороший вопрос. Я не знаю, почему я это не снимаю. Серьезно. Столько контента просто так и улетает. Надо это делать. Это очень важно. Потому что я играю хорошо Аимки, надо это показывать. Надо выигрывать, либо проигрывать. Но делать контент с проигроками, это то, что никто не делает, по сути. Поэтому все, обещаю. Нет, не обещаю. Просто говорю себе. Я должен с ними начать играть снова. Потому что согласие дали все игроки, кто мне ответил. Кроме одного. Он сейчас скоро станет топ-2, либо топ-3 мира. Ну, вы сами понимаете, о коме говорю. Следующий вопрос. Есть девушка? Девушка есть, но я об этом нигде не афиширую. Потому что пока не вижу никакого смысла. Возможно, чуть-чуть позже я начну ее показывать вам и так далее. Может быть, даже будут фотки и так далее. Но, скажу честно, у нас даже ни одной фотки нет совместно. Потому что я не люблю такое. Но, если вам интересно. Да, я знаю, что это вам интересно. Вот каждый второй вопрос реально про девушка. Есть у тебя или нет. Не знаю, как вы, зачем именно это вас интересует. Но, если это интересно, я покажу и расскажу. Только дайте чуть времени, пока не хочу. Ладно, Эрик, давай просто фоткаться не дели. Что с учеником лайфхакера? Ребят, я вам отвечаю. Как и Жигалор. Такая же потерянная штука, как и ученик лайфхакера. Когда я слышу про Жигалор, я вспоминаю, что у меня есть еще одна машина в проекте. И когда вы говорите про ученика, я вспоминаю, блин, он же у меня в проекте. Да, это такая тема, что просто забываю, правда. Поэтому, Ваня, если ты сможешь этот ролик, напиши в комментариях, то, что ты живой. Надо с тобой снимать. Надо доделать тебе этого глобала, чтобы закончить красивый проект. Все, мы идем с тобой снимать ролик. Ты меня понял, Вань? Ты должен глобалапнуть. Петя, в январе поедем к нему домой, посмотрим, что у него происходит. Может быть, он уже бороду отрастил. Усики красивые. Спасибо. Сколько в месяц тратишь на себя? Если без шуток, мне что нужно? Заправить машину? Это максимум 10 тысяч в месяц. Что мне еще нужно? Это одеться я трачу редко, но метко. Ну, короче, в последний раз я на 40 тысяч закупился. А так могу месяца два без одежды новой. Поэтому давайте наполним 20 тысяч на одежду в месяц. Это уже 30. Ну, давайте так, вот прям, грубо говоря, трачу на себя 45-50 тысяч в месяц. Потому что мне больше не надо. Я сейчас, я все деньги вкладываю либо в проекты свои, либо откладываю. Поэтому если меня смотрят начинающие блогеры или уже блогеры, ребят, научитесь откладывать, потому что без этого все то, чем вы занимаетесь, пропадет уже завтра. Выпить, отдохнуть, почилить, вы всегда успеете. Так что попробуйте откладывать. Я вам даю такой совет, потому что намного проще. Финансовый совет. Финансовый совет. Я Эрик Портнягин. И сегодня мы поговорим о том, как правильно откладывать деньги. На самом деле мы этот кулер продаем по франшизе. Так, так. Так что вы можете писать нам на почту. Я оставлю. Это уникальная франшиза? Не, не, да, уникальная, ни у кого нет. По промокоду ЩЕК вы получаете 10% на покупку этой франшизы. Бля, я заберу, Эрик. Я уже понес его домой, все. Во, 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 ты че? Ребят, нельзя так пользоваться франшизой. Первое правило франшизы. Нельзя пользоваться так. Относись это как к своему бизнесу. Будь правильным предпринимателем. И скоро будет вебинар на Олимпийском. Материшься в реальной жизни, а то в видосах Мата нет. Матерюсь или нет в реальной жизни? В роликах я умею себя контролировать. Но в жизни, когда я с друзьями, когда я на расслабоне, не буду врать, я матерюсь. То есть, не как сапожник, не просто через слово. По ситуации, то есть, я не спорю. Так что, если кто-то со мной будет в жизни общаться, вы увидите то, что иногда я могу это позволить себе. Но это никак не должно доходить до слов-паразитов, потому что потом уже я становлюсь каким-то быдлом, который спустился с гор. Когда купишь новую машину и когда же будет обновление контента? Машина. Это такая тема, что машина нужна на самом-то деле, как бы это ни звучало. Я не хочу снимать контент, который только про CSGO. Но это скучно. Это моих зрителей просто кругозор уменьшает. Зачем? Надо развивать, надо пробовать все от начала до конца. Потому что мой средний зритель это 17-16 лет. Понятное дело, есть и 20-летние, и 22-летние. Но вы сами знаете, YouTube таков. Аудитория CSGO такова, что у меня смотрят подростки. У них скоро появятся тачки и так далее. То есть, надо снимать то, что это будет людям интересно. И тем более, мне это самому интересно. Поэтому весной, опять же, видите, как много вещей. Я куплю тачку крутую какую-то, которая будет быстрее, понятное дело, шестерки. И которая будет вызывать эффект вау. Я хотел купить ее зимой. Я хотел купить ее осенью. Но все так шло вообще не к месту. Поэтому я решил отложить эту покупку на весну, когда будет погода шикарная. В Питере будет хоть когда-то солнце. Ну и плюс контент на контенте. Поехать в Москву на ней и так далее. Но 500 плюс сил. Это 100%. Ты планируешь пробиться в киберспорт? И какая команда в ЦНГ тебя мотивирует? Пробиться в киберспорт. Слушайте, я слишком стар для этого. Как бы это ни звучало, я не хочу в эту игру играть на таком уровне. Потому что мне не хватает времени поспать. Если еще буду тренироваться долго, ну это бред. Тем более, с YouTube у меня скилл чуть-чуть просел. Потому что я не могу столько времени тратить. Как я раньше задротил. Перед тем, как начать YouTube заниматься. Но, ребята, почему бы не создать команду? А команда будет. Это 100%. И вот видите, вот в этой ситуации такая получается штука, что очень много проектов. Ну реально, команда, клуб, Сабершок, Лайфхакер, Жигалор. Очень много проектов. Прям очень. И времени-то мало. Надо это все делегировать правильно. Я этим занимаюсь. Мы этот офис сделали, чтобы заниматься всем этим. Надо научиться. И правильно расставлять приоритеты. Но самое главное, что у нас есть чем заниматься. Это самое главное. Но, кстати, насчет состава. Я уже подобрал несколько вариантов. Я хотел бы, чтобы это было бы в Питере, понятное дело. Я тут живу пока что. Ну и плюс, питерские классно играют. Им хорош на Европе. То есть никаких там трудностей нет. Так что, понятное дело, набора сейчас в команду нет. Я сам буду писать. Так получилось, что я шарю за киберспорт. И знаю, кто хорошо играет из Питера. Кто плохо играет. С кем лучше не общаться по характеру. С кем лучше общаться и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, у меня проблем не будет. Так что, да, это будет опять левый загон о том, что, да, у меня будет организация. Но почему бы не поделиться? Я хочу, чтобы вы бы знали, что у меня происходит в жизни. Правда. И зачем я это все делаю, если вы об этом не знаете? Вот такие вот дела. Почему Бандерчат больше не снимает видосы? Кто не знает, меня снимает мой оператор. Это бывший Майнкрафтер. Майнкрафтер, которого знали все. Ну и может быть даже ты знаешь. Я у него покупал рекламу. Когда я жил еще в Грузии, мне было очень мало годиков. Он теперь оператор. И он начинающий блогер по Brawl Stars. Поэтому такие вот дела. Его зовут Джестер. Знаете, кто хочет, можете подписаться. Как пришла мысль создать самый масштабный проект в СНГ-сегменте? Слушайте, я понял, что этого не хватает и я это создал. Все, вот реально, такая история. Этого просто не было. Как ты дальше видишь свою жизнь? Кем ты будешь в будущем? Что тебе будет делать? Честно, вот не знаю, что будет через неделю. Не знаю, что будет через месяц. Но я себя вижу человеком, который... Я просто хочу делать свои проекты, которые будут полезны людям. И они будут получать от этого кайф и какой-либо интерес. Я уже описал в этом ролике, что в это входит. Ну а с тобой был я, Шок. Все эти вопросы я читал в Инстаграме. Поэтому подпишись на него прямо сейчас. У вас на экране ID. В описании есть ссылка. И в комментариях я закоплю эту ссылку. Все. Инстаграм подписывайтесь, чувак. Это реально самая топовая сеть, где я сижу. На самом деле, Инстаграм это то, что будет в тренде еще долго. Вконтакте. Не. Ладно, все, чуваки. Давайте ушел. Спасибо большое. И спасибо, что ты меня смотришь. Я надеюсь, что ты знаешь то, что у нас все получится.